Если мы будем говорить вообще о пионах, то существует несколько классификаций. И одна из них — это пионы видовые травянистые, то есть те, которые растут в природе. Некоторые из них мы используем в саду, они неплохо растут, может быть, не очень быстро размножаются, но, тем не менее, достаточно устойчивые и цветут немного раньше, чем любые другие. Следующая группа — это пионы травянистые. Это те, у которых листва отмирает на зиму, мы ее обрезаем, и на следующий год у нас снова, скажем так, полноценный красивый куст. Есть ряд сортов, которые называются старинными, то есть те, которые были выведены в конце 19-го, в начале 20-го века. И до сих пор они не утратили своей актуальности, потому что они достаточно устойчивые, они обильно цветут, ну и так далее. То есть все самые лучшие характеристики. И если сорт продержался в топе, что называется, столько лет, десятилетий уже, и по-прежнему является одним из основных в продажах, причем как для флористов, так и для декоративного садоводства, ну это говорит о многом. Как правило, вот именно такие сорта, они награждены различными сообществами. Ну, самый, наверное, такой известный пион — это Сара Бернар, розовый, здоровый, большой, красивый, Фестиво Максима и так далее, и так далее. То есть обращайте на них внимание, не все старое — плохо. Следующая группа — это пионные древовидные. Это те, у которых кусты большие, одревесневшие, и самый главный момент, что у них есть отличие в акротехнике. То есть их категорически, я бы даже сказала, не нужно обрезать, кроме там сухого, больного, поломанного. Плюс есть еще ряд сортов, которые получены от скрещивания травянистых и древовидных. Как правило, семена у травянистых, многих пионов, они не вызревают. То есть, что касается древовидных, да, там проблем особых нет. Многие древовидные вполне спокойно формируют семена, и потом точно так же вы можете увидеть сеянцы под кустами. В большинстве случаев вы можете спокойно в один цветник сажать травянистые гибриды разных сортов, и, как правило, не беспокоиться, что произойдет переопыление. Переопыление может произойти, если у вас есть видовые пионы, и, допустим, видовые пионы разных форм. То есть, к примеру, там пион тонколистный красный, пион тонколистный розовый. Вот там вероятность переопыления очень большая, и те, кто выращивают такие пионы, как правило, стараются их располагать достаточно далеко друг от друга, чтобы переопыления не было. Или, наоборот, специально располагают близко в надежде получить новые сорта. Но для большинства травянистых пионов это скорее исключение, чем правило. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова